Рахмон превращает Таджикистан в мусорную свалку для Китая. Пытки со стороны силовых структур Таджикистана. Власти Таджикистана хотят остановить ввоз в страну исламской литературы. Таджикские экологи бьют тревогу, Китай методично переносит свои вредные предприятия в Таджикистан. Так, за последние годы, под предлогом инвестиций и построения новых заводов различного профиля, Китаю удалось перенести на территорию Таджикистана ряд производств, загрязняющих окружающую среду. Например, в прошлом году объем производства цемента в стране достиг своего пика, и составил более 2 миллионов тонн. Причем основными производителями цемента являются такие китайские предприятия, как СП Хуаксин Гаюр Цемент, Чунг Цай Махир Цемент и т.д. Причем китайские инвесторы не останавливаются на достигнутом, и уже сегодня в Таджикистане строятся новые и новые предприятия, открытие которых произойдет в этом году. Ожидается, что при сохранении данной тенденции в ближайшие годы в стране появится еще несколько аналогичных китайских предприятий, производящих в окружающую среду вредные выбросы. Кому-то может показаться, что постройка новых заводов в Таджикистане является поддержкой для экономики Таджикистана и возможностью создать дополнительно рабочие места. Однако экологи предостерегают, строительство подобных заводов представляет серьезнейшую угрозу для экологии Таджикистана. В интервью информационному агентству «Азия Плюс» независимый эколог на условиях анонимности сообщил следующее. Китай в связи с серьезными экологическими проблемами за последние годы активно выводит за пределы своей территории главных загрязнителей воздуха, в частности цементные заводы. По статистике, в более 90% китайских городов превышены нормы содержания вредных веществ в воздухе. В связи с этим китайских предпринимателей вынудили искать страны с подходящими условиями для развертывания своего бизнеса. Для производителей цемента такой удобной страной оказался Таджикистан, где имеются большие потребности в этом стройматериале. Помимо этого, Таджикистан располагает дешевой рабочей силой, что тоже на руку китайским инвесторам. О губительных последствиях размещения китайского цементного бизнеса в Таджикистане, по всей видимости, никто особо не утруждает себя думать, с сожалению, резюмирует эксперт. Аналогичного мнения придерживается и австралийский аналитик Дирк Вандерклей, опубликовавший в прошлом году свою статью под названием «Китай переносит грязное производство цементов в Таджикистан». Эксперт по Китаю проанализировал ситуацию, сделав вывод об угрозе, исходящей для Таджикистана со стороны китайских цементных производственных мощностей. По мере того, как прибыль китайских цементных предприятий в самом Китае сокращается на фоне увеличения расходов из-за внедренных жестких экологических норм, они ищут выгодные места за рубежом для развертывания собственного производства. В этом контексте Таджикистан отвечает подобным требованиям ряда китайских инвесторов. Китайские компании в Таджикистане претерпевают меньше враждебности, чем в других странах Центральной Азии. За последние три года, благодаря китайским инвестициям, производство на таджикистских цементных предприятиях увеличилось в пять раз. В то же время, после окончания строительного бума, Таджикистан рискует столкнуться с экологическими проблемами, поскольку производство цемента является одним из наиболее загрязняющих окружающую среду, отраслей промышленности в мире и основным источником углекислого газа и смога. Примечательно, что при открытии большинства предприятий президент Рахмон присутствовал лично, преподнося это как успехи властей в развитии экономики Таджикистана. Все это лишь в очередной раз демонстрирует безразличие и пренебрежение Рахмона в отношении народа страны, который он уже ранее обрек на постоянную трудовую миграцию, от которого защитился российскими военными базами и религию которого методично выдавливает из общественной жизни. Теперь же, как выясняется, Рахмона решил превратить Таджикистан в мусорную свалку для соседнего Китая. Пытки остаются единственным способом, чтобы заставить простых граждан сознаться в своем участии в различных исламских движениях. Является большой редкостью, когда жертвы пыток решаются на подачу жалобы на действия сотрудников полиции, поскольку это не только бесполезно, но и грозит последствиями для самого заявителя. Однако житель Куляба Джавидон Хакимов принял решение не молчать и прямо заявил в суде о примененных силовыми структурами пытках в отношении него. 28 марта после очередного судебного заседания адвокат задержанного заявили в беседе с радио Азади следующее. Джавидон сказал, что его не допрашивали в здании Главного управления МВД, а поместили в подвал, где его избили деревянной дубинкой и пытали электрическим током. Ему разбили нос, но, как видите, свидетели Джамшиди Хуршет, Дилшот Таджалиев и Низом Садиров опровергли жалобу нашего подзащитного. Джавидон Хакимов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса, 187 Организация преступного сообщества и 401 Наемничество. Из материалов уголовного дела следует, что Джавидон Хакимов в 2013 году, находясь в России, постоянно по телефону связывался со своим братом Абду Джалилом Хакимовым и соседом Нусратом Назаровым, которые принимали участие в военных действиях против власти Ирака в рядах группировки ИГИЛ. Министерство культуры Таджикистана запретило ввоз и вывоз из страны книг без специального разрешения. Об этом в беседе с радио Азади сообщил заведующий отделом защиты и использования исторического и культурного наследия Министерства культуры Таджикистана Ширали Ходжаев. «Независимо от ввозимого количества книг, граждане обязаны получить разрешение Министерства культуры. Это касается всех стран и всех книг, независимо от того, на каком языке и какой письменностью издана эта литература», — заявил он. «Таким образом, отныне несогласованный ввоз любой литературы, в том числе исламской, запрещен. Примечательно, что данный запрет был введен под предлогом заботы о народе, так как на днях прислужба, таможенная служба Таджикистана сообщила о задержании гражданина, у которого была конфискована религиозная литература, в частности, сочинения «Канзил Хусайн», «Толкование сна», «История шиизма в Исмаилитской ветве» и «Бустан» Саади Ширази». Эксперты отмечают, что власти Таджикистана с каждым днем все сильнее ужесточают тотальный контроль за народом. В данном случае, конечно же, под предлогом недопущения так называемой «вредной литературы», хотят в первую очередь прекратить ввоз в страну исламской литературы. Субтитры создавал DimaTorzok